Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Смотрите в этом выпуске. Предельный рост единый, но суммы будут разные. Когда и на сколько вырастет коммуналка у жителей края? В этом году без фейерверков. Почему в новогоднюю ночь в Барнауле не будет салюта? Должна быть шикарная зеленая зона. Сегодня выбрали три лучших эскиза будущего парка 300-летия Барнаула. Сохранят ли овраг? В Алтайский край нагрянула метель. Накануне из-за нее ввели ограничения для проезда на трассах на участках Барнаул-Топчиха и Зминогорск-Курья. Не обошел ночной снегопад и краевую столицу. Из-за него дорожные службы сделали акцент на уборку дорог и тротуаров. В Барнауле работало 145 единиц техники. Расчистку проводили во всех районах города. Помимо стандартных уборочных машин, на улицы выехали автогрейдеры. Они нужны для выравнивания и удаления вала по краям дороги. Также дорожники вывозили снег и посыпали дороги противогололедными средствами. Днем снегопад стих и на смену вышла 101 единица техники и 127 рабочих. Обновленные тарифы на коммунальные услуги, которые начнут действовать с июля 2024 года, утвердят в Алтайском крае в ближайшие дни. Сегодня в правительстве региона во время брифинга сотрудники профильного управления постарались разъяснить, почему и насколько изменятся суммы в платежках жителей. Полтора года передышки и вот снова нас ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Правда, начисления по ним начнутся с июля следующего года. Указ об их повышении губернатор подписал еще 14 декабря. Как только документ опубликуют, тарифы можно считать утвержденными. С июля 2024 года они вырастут на максимально возможный процент повсеместно по краю. Рост итоговых затрат на оплату всего набора используемых коммунальных услуг для каждого жителя увеличится не более чем на 14,2%. Но, еще раз, в то же время, возвращаясь к первому ограничению, в среднем по краю рост платежки, рост платы граждан составит не более 9,3%. Зампред правительства региона поясняет, максимально допустимый рост платы для всех муниципалитетов одинаковый – 14,2%. Цифра принята для единообразия и с учетом реальной и будущей инфляции, чтобы не пострадали компании-ресурсопоставщики. Он начинает действовать с 1 июля, он начинает действовать всего лишь полгода в году. 9,3% размазываются на 4,65%. Это ниже инфляции. Мы тем самым с вами загоняем наши ресурсоснабжающие организации потом. Мы не даем им возможности развиваться, мы им даже не даем восполнить уровень инфляции. Это тоже надо учитывать. Предельный рост единый, но итоговые суммы за коммуналку даже в пределах одного муниципалитета могут разниться. И это как раз во многом зависит от ресурсопоставщиков. К примеру, семья из трех человек с квартирой площадью в 54 квадратных метра в Новоалтайске, которую отоплением обеспечивают новоалтайские тепловые сети, следующей зимой за услугу будет ежемесячно платить в среднем на 1000 рублей больше. По СГК предварительные цифры следующие. Сколько в среднем вырастет в зимний месяц? За отопление в зимний месяц на 650 рублей. Ну, 650-700 рублей. Ну, это только отопление, да. На горячую воду примерно на 200 рублей. Ощутимее всего ударит по карману самая дорогая услуга – отопление. Тариф на него вырастет в среднем сразу на 5,4%. А в общей сложности, по подсчетам специалистов, барнаульская семья из трех человек с квартирой площадью в среднем в 50 квадратов отдаст на 1200 рублей больше. Насколько это приемлемо для большинства? Некоторые комментаторы в соцсетях обновленные тарифы уже прозвали как билет в бедность. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Власти Барнаула приняли решение отказаться в этом году от праздничных салютов на Новый год вслед за другими городами страны. О таком решении сообщила мэрия Барнаула. Как стало известно ранее, в других регионах ферверки отменили, чтобы сэкономить бюджетные деньги и направить их на помощь участникам СВО, купить их детям подарки. Вместо оврага – амфитеатр, вместо заброшенного пустыря – шикарная зеленая зона. Сегодня архитекторы и активисты выбрали лучшие эскизы проекта будущего парка «Трехсотлетие Барнаула». Новое пространство может появиться уже через несколько лет на месте пустыря за торговым центром Европы. Напомним, эскизы разрабатывали студенты Алтайского государственного института культуры в течение нескольких месяцев. А в канун Нового года представили свой творческий максимум. Подробнее о новом облике будущего парка в материале Валентины Аскеровой. Допустим, кто-то делает зону фудкортов, где-то вот здесь. Соответственно, должны быть коммуникации, не подвоз продуктов. А здесь дороги нет. То есть, тоже не совсем продумано. Здесь, в этом проекте, это все учли. Коммуникации, разнообразная зеленая зона, фонтаны, правильно расположенная площадка для выгула собак. Архитекторы и активисты при выборе лучшего эскиза будущего парка в индустриальном районе оценивали комплексный подход. И дали зеленый свет наиболее оригинальным и жизнеспособным работам. Профессионалов зацепила идея использовать глубокий овраг, а не равнять его с землей. У многих есть идея использовать сложившийся рельеф, использовать перепад уровней земли, чтобы создать какие-то многоуровневые пешеходные развязки. Это интересная идея. Она технически совершенно воплотима. Единственное, что, конечно, надо будет укрепить рельеф, укрепить грунт. В конкурсе на лучший облик будущего парка участвовали студенты Алтайского института культуры. Молодежь представила 12 эскизов. Три попали в самое сердце архитекторов и общественников. Один из трех сложно воплотим, но крайне интересен. Из нереального предлагали превратить парк в общегородской музей всех городских достопримечательностей, экспонатов. Все, какие были в городе интересные артефакты, машина Ползунова, первый паровоз или еще какие-то такие вещи. Была такая идея превратить этот парк в такой уличный музей. Но это слишком узконаправленная идея для общегородского парка, поэтому мы ее не отвергли. Мы ее немножко подкорректировали. Как раз такого рода идеи, они позволяют и раскрыться молодым специалистам. И в то же время в таких работах, как правило, есть шикарные идеи, которые действительно необходимо будут воплощать в жизнь. Поэтому я уверен, что в каждом из этих проектов есть какое-то изюминка, из зерна. Но в идеале нам, конечно, еще придется пройти много этапов общественного проектирования. Но из них мы сможем сделать компиляцию и сделать то, что в итоге уже будет воплощено в практику и получится действительно востребовано общественное пространство. Лучшие работы студентов будут дорабатывать уже профессиональные архитекторы. Как только сформируется окончательный вариант, то его рекомендуют администрации города для дальнейшей реализации. А пока продолжается творческая работа, неравнодушные жители продолжают оберегать будущую зону отдыха. Оберегать территорию приходится силами горожан. Буквально было у нас несколько инцидентов. С началом снегопадов привозили туда снег. Оперативно очень отреагировали. И вот, как мы вчера узнали, по итогам реагирования от населения администрация города, от индустриального района установила, загородила въезды на территорию. Это, конечно же, очень хорошо. И нас радует такое внимание со стороны администрации. По самым смелым ожиданиям, очертание нового пространства за Европой может появиться уже через несколько лет. В следующем году будет организовано голосование для включения территории в программу комфортной городской среды. Если жители проголосуют положительно, то в 2025 году появятся средства на облагораживание ныне заброшенной зоны. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Народный фронт подвел итоги своей работы за год. И большая часть этой работы была посвящена специальной военной операции. Что успели сделать участники движения и кому еще они помогают, расскажет Дарья Ерошина. Михаилу всего 12 лет. Сегодня он получил благодарность и знаки отличия от военных и Народного фронта за организацию сбора гуманитарной помощи бойцам СВО. Общим делом он объединил еще 12 ребят. Почти все они школьники. Мы собрали 5 аптечек и 50 жгутов кровоостанавливающих. Но я бы еще хотел задать вопрос командиру, нужны ли им стабилизаторы для гранат. Потому что, чтобы гранаты скидывать с дрона, нужно, чтобы они летели прямо. И для этого есть стабилизаторы, которые печатаются на 3D-принтере. Я бы хотел задать вопрос, нужно ли им это. Потому что у нас есть возможность начать печать с Нового года. Если не будет патриотизма, то не будет победы. И всем нужно объединяться, всем нужно работать вместе, сообщать. Михаил вместе с другими ребятами занимается военной медициной, инженерной и тактической подготовкой. Юноша не хочет оставаться в стороне и оставлять родину на произвол судьбы. Его настрой разделяют и другие награжденные, люди с гражданской сознательностью. По тех, кто реально заслуживает этих благодарностей, все значительно больше, шире. Некоторые из них вообще помогают, что называется. И говорят, вы не упоминайте, мы с вами, потому что добрые дела делаются в тишине. Это тоже их позиция, и мы ее уважаем. Из последнего в региональной повестке Народного фронта – расселение жителей спековских домов в Бийске, корректировка границ нацпарка Салаир, открытие народной школы в Шипуновском районе. В ребрихе разбирательства с тарифами на газовое отопление еще будут продолжаться. Чтобы решить острый вопрос быстрее, сначала нужно достучаться до нужной инстанции, а иногда и сделать все самим. Это заслуживает не просто уважения и внимания, а подражания. Это заслуживает, я бы так сказала, задуматься и говорить о том, что это сильно меняет нашу жизнь здесь, внутри края. Вообще-то это в традициях русского государства. Я не так давно перечитывала исторические вещи, начиная с русско-турецкой войны, с войны с Наполеоном. Не говоря о Первой мировой, когда царица Александра Федоровна Романова возглавляла госпиталь и работала с сестрой милосердия. Это обычное явление. Люди, которые считали себя знатными, умными и так далее, они как раз возглавляли всю эту благотворительную помощь. В Народном фронте уверены, что позитивные изменения чаще всего совершают обычные люди, у которых просто есть желание. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Подразделениям краевой полиции отдали ключи от пяти новых автомобилей. Торжественное вручение состоялось во время гарнизонного развода при участии общественников и разных подразделений правоохранительных органов Барнаула. Также на мероприятии наградили лучших работников полиции. Вручал благодарности начальник ГУ МВД России по краю Андрей Подолян. Среди главных подвигов барнаульских полицейских – поимка наркокурьеров и оперативная работа по розыску преступников. Например, один из экипажей по горячим следам задержал человека, нанесшего на живые ранения жительницы Барнаула. Награды удостоился и один гражданский, который предотвратил ограбление председателя Совета ветеранов РЖД. Мой кабинет подальше, ее поближе к выходу. Мужчина какой-то ворвался, получается, выхватил у нее там драгоценности различные. Ну и она подбирает, закричала там на помощь зала. Вот, все, и подбежал, ну и помог. Скрутили? Ну да. Вам не было страшно? На тот момент нет. У него оружия при себе не было? Ну, как следователи потом сказали, что было. Ректор Алтайского медуниверситета Ирина Шереметьева вошла в состав Попечительского совета Алтайского землячества в Москве. Это общественное объединение наших земляков, временно или на постоянной основе проживающих в российской столице. Включение в него руководителей организаций, связанных с медициной и подготовкой врачей, означает оказание большей поддержки медицинским кадрам. Алтайское землячество существует не один год, но в последнее время оно начало активную деятельность по объединению выходцев из Алтайского края. Изначально эта организация подразумевала скорее культурную составляющую, однако в 2023 актуализировалось еще одно направление. В связи с непростой экономической обстановкой и миграционными потоками, общество помогает нашим землякам адаптироваться к жизни в новом городе, не забывая малую родину. Речь идет в том числе о создании бизнеса в столице и бизнес-поддержке выходцев из Алтайского края. Он пишет заявление, вступление бесплатное, просто чтобы вы увидели, что это за человек, что он действительно связан с Алтайским краем. Никаких строгих нет здесь критериев, но он вполне может сказать, чем он занимается, что он хочет, и можно найти какие-то контакты. Здесь как бы тяжело обещать наладить как будто продажи, найти сотрудников, найти помещение, может так получиться, что найдется. Но в целом предприниматели такие люди, которым нужно обеспечить возможность контактов, а там они уже сами разберутся. Это такая как бы мягкая сила, как говорится, присутствие культурное, общественное Алтайского края в регионе. Эксперты Алтайского краевого ЗАГСобрания в Бийске обсудили обеспечение жителей лекарствами и возможности развития технологии в здравоохранении. Профильная комиссия региональной общественной палаты провела расширенное выездное заседание на площадке фармкомпании «Эвалар». Чем лечить и сколько это стоит? Участники встречи обсудили вопросы импортозамещения фармопромышленности, нововведений в области технического оснащения, а также качества лекарственной продукции. Впервые встреча экспертов Алтайского здравоохранения прошла в выездном формате на площадке бийского фармгиганта «Эвалар». Сегодня компания предлагает клинически равноценные аналоги 24 импортных лекарственных средств. Мы, безусловно, ознакомились с самим производством. Нас ознакомили с формами производства. Сам технологический процесс, лабораторный процесс – все это нами увидено. И, конечно же, мы можем не думать, а говорить уже о том, что факт импортозамещения, в частности в Алтайском крае, он есть. 800 килограмм таблет в месяц. Представителям ЗАГС собрания показали полный цикл производства лекарственных препаратов – от сырья до упаковки. Вот, высокопроизводительный пресс – 40 тысяч таблеток в час. Отечественное производство готово предоставить пациентам лекарства клинически равноценные западным аналогам. Каждый продукт от сырья до готовой упаковки проходит десятки экспертиз, прежде чем дойти до пациента. Мы проверяем на стабильность, насколько оно соответствует той спецификации, которые уже на утвержденном сырье работали. Мы должны доказать, что показатели качества сохраняются точно такие же. Российские компании приходят к тому, чтобы развивать независимую сырьевую базу. В 2023 году с какими-то особыми проблемами мы не столкнулись по отсутствию лекарственных препаратов в России. В течение 2022-2023 года заводы перестроились, заключили контракты на поставку субстанции. В рамках заседания представители АКСС отчитались также и о том, что в этом году заранее заключили госконтракты на поставку льготных медикаментов. Аптеки Алтая уже работают над заполнением складов, чтобы льготники без перебоя смогли получать лекарства даже в январские праздники. Олеся Бедрева, Евгения Ижутова, Андрей Сигаев. День с толком. В Барнауле прошел хакатон, посвященный фотографиям. Это форум для работников сферы IT, где команда ищет совместное решение поставленной задачи. Конечно, снимки были не с обычных камер, а со спутников Земли. Студенты в течение одного дня пытались сделать проект, который помог бы решить проблему, связанную с рельефами и почвой Алтайского края. Какие интересные задумки представили конкурсанты, расскажет Данил Кузнецов. Энергичное стучание пальцев по клавиатуре и судорожное клацание мышки здесь звучит весь день. В классический университет прибыли лучшие умы томских, новосибирских и алтайских вузов, чтобы поучаствовать в хакатоне. Это IT-форум, на котором команды соревнуются в решении поставленных задач. На этом мероприятии студентам на разработку проекта дали меньше суток. Хотя обычно хакатон идет несколько дней. Удивила и тематика, связанная со спутниковыми снимками. Вообще хакатоны, они проводятся на тематике разработки программного обеспечения. То есть различные цифровые сервисы в любом, наверное, применении могут создаваться программистами. Мы пошли именно специально на сужение этой тематики. И фактически такой хакатон проводится впервые не только в Сибирском федеральном округе, но и вообще в России. Студентам предоставили спутниковые снимки Алтайского края от компаний, занимающихся изучением космоса. С помощью спектральных диапазонов конкурсанты высчитывали по формулам состояние растений в разных районах региона. Самой популярной темой проектов стало сельское хозяйство. Мы определили разницу во вспаханных земель в мае, допустим, в июне. И можем определить, в каком месте, в какое было количество работ произведено. Если это будет на нашем месте какое-то агропромышленное предприятие, то оно точно так же сможет отслеживать все это без необходимости какого-либо выезда, контроля. Однако подобные снимки помогают не только сельскому хозяйству. Одна из команд занялась проблемами горных пород, а также озеленением краевой столицы. Пришлось даже создать сайт, чтобы накладывать разные фильтры на снимки. Мы постарались создать прототип веб-приложения для граждан Барнаула, куда входит, соответственно, статистическая информация о озеленении территории. И также можно посмотреть, какие лесопарковые зоны находятся. И мы предполагаем, что функционал этого веб-приложения в том, что граждане смогут посмотреть проектируемые в дальнейшем территории, где будут либо насаждения, либо новые парки. Всего в соревновании приняли участие около 50 человек. Мероприятие планируют провести и в следующем году. Также в 2024-м правительство края хочет в очередной раз организовать хакатон, посвященный нейросетям. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульская уборщица получила 13-ю зарплату. Новогоднюю премию за добросовестную работу женщина получила не от работодателя, а от благодарных жильцов многоэтажки в спальном районе города. Валентина Аскерова познакомилась с фией чистоты, благодаря которой в подъездах круглосуточно царит чистота и порядок. После ее уборки лифты сверкают, как в операционной. Любовь к порядку уборщица Светлана Изосимова пронесла через всю жизнь. У самой в доме всегда идеальный порядок. Такой же наводит в подъездах многоквартирного дома, где на протяжении пяти лет работает уборщицей. «Работаю давно. Просто рядом, с домом еще. Ездить не надо никуда. Жильцы нормальные, относятся хорошо. Я к ним тоже. Ну и они молодцы, поддерживают все. Как бы чисто в подъезде». Но иногда кто-нибудь из жильцов нет-нет, да ставит надпись на стене. Светлана тщательно отмывает. Благо, говорит, такое случается редко. А вообще, конечно, работа у женщины не в проворот. В зоне ее ответственности – лестничные пролеты, лифты, подоконники, почтовые ящики и многое другое. «Пыль какая-то, если где-то есть, снимаем пыль, там тянет. Ну, подтираем где-то, если грязные стены, стены так вот тоже подтираем, подмываем, чтобы было почище. А сколько тяжелая работа? Ну, тяжелая, конечно, сейчас и грязь, и все тяжело. Ну, стараемся, конечно, по мере возможности все это вымывать, чтобы было приятно всем и чисто». За отличную работу жители многоквартирного дома решили премировать свою сотрудницу. Вручили ей денежную премию. «Светлана, от жителей нашего дома, мы поздравляем тебя с наступающим Новым годом. Желаем тебе счастья, здоровья и оставаться всегда такой же. Это маленький презент от нас. Спасибо большое. Поздравляем. К этому человеку не было никогда претензий. Очень отзывчивый, добродушный человек, который выполняет свою работу. Человек действительно достойный, трудолюбивый. И хотелось бы оценить ее, и чтобы все равно как-то она сияла не только в нашем доме, но и на экране телевидения». При зарплате в 15 тысяч новогодняя премия, в 18 тысяч – большая поддержка. Светлана Изосимова уже точно знает, на что ее потратит. Купит сладости к новогоднему столу и обязательно что-нибудь из рабочей экипировки. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И на этом у меня все новости. Телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.